Два корпуса. Первый, второй. Небольшую часть рамок я переставил сюда, чтобы они мне не мешали. Матка находится здесь уже какое-то время. Лежит разделительная решетка. Мне нужно, чтобы матка была снизу. Я поднимал сюда, когда устанавливал второй корпус, рамочки с печатным расплодом преимущественно. Но, конечно, там попадались еще где-то личинки, то есть открытый расплод. И, разумеется, я знаю, что здесь пчелы во втором корпусе, скорее всего, оттянут свящевые маточники. Я вот пришел еще расширять семейку, еще добавлять рамочки и вижу, что, разумеется, эти маточники есть и мне их нужно удалить. Сейчас я вам их покажу. Они вот, они снизу висят. Две штучки всего. Раз и два. Да. Пчелам не достает в этом корпусе маточного вещества контакта с маткой, так как она снизу. И очень часто, да почти что всегда, когда есть на рамках личинки, то есть открытый расплод, пчелки стараются заложить маточники. И очень часто они как раз-таки бывают по самому низу, на нескольких рамках. Иногда он может быть один, а иногда и десять. Нам их нужно выломать, что я сейчас сделаю. Посмотрим, может, там уже даже куколки есть, я не знаю, может, личинки. Вот, покрупнее этот маточник. Показываю, что там. Ну да, там еще он мягенький. Оп. Вот тут такая личинка лежит. Еще достаточно, ну, молодая она еще даже куколкой не стала. И второй тоже выламываю. Мне они не нужны, чтобы не спровоцировать роевое состояние или вот выхода маток отсюда. Мне это не надо, лишние проблемы. Семья в хорошем рабочем состоянии. Вот. Поэтому, когда мы, когда вы переносите, когда мы все переносим рамки снизу, и там есть открытый расплод, мы видим его. Нам через некоторое время обязательно нужно проверить, а не заложили ли пчелы маточники на них. Ну, чтобы у нас там проблем случайных не оказалось. Теперь вы это тоже знаете. Спасибо.